Кавказская лира На сегодняшнем заседании сессии Народного собрания депутаты выбрали полномоченного по правам человека, но не смогли сформировать состав Конституционного суда. Народные избранники рассмотрели еще ряд вопросов. Репортаж Сима Аргун. Закон о внесении изменений в закон о контрольной палате Республики Абхазия был снят с повестки дня, как и проект закона о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. На сессии были рассмотрены изменения в Конституционный закон о судебной власти. Руководитель парламентской рабочей группы по судебной реформе Валерия Горба считает, что данный проект направлен на устранение ряда пробелов и противоречий, имеющихся в данном законе. В частности, что некоторые его положения являются инструментом давления на действующих судей, увеличивают ежегодные расходы республиканского бюджета и направлены на снижение независимости судей, в связи с чем предложено изложить его в иной редакции. Единственный пробел и противоречий, который существует, который восполняет данный проект, это подсудности военного суда. То есть, в более расширенном формате действующих законодательствах оно было в сжатом виде, а подсудности военному суду, как и судам общей резиденции, здесь предлагается в более развернутом виде детализация, какие именно дела, гражданские имистративные дела, уголовные, подсудные именно военному суду. И порядок изменяется, что еще существенно, это изменение срока вступления в силу положения, связанного с реализацией информационно-аналитической системы, так называемой АСИС, в связи с тем, что на это необходимы были определенные средства, средства были нами же и в проекте бюджета предусмотрены. Данный проект закона депутаты приняли во втором окончательном чтении. Далее был заслушан проект закона о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. В первую очередь он направлен на повышение безопасности на дорогах страны, отметил Валерий Агрба. По мнению депутата, законопроект может стать инструментом внедрения правовых условий для привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения. Мы ставим вопрос уже несколько лет о применении данной системы. Право-правильная практика и другой опыт других стран показывают о значительном сокращении, предотвращении ДТП в связи с фиксацией. Данная система в основном фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, выезд на сторону встречного движения, пересечение перекрестков, проезд на красный свет светофора. В основном, что и является причиной дорожного транспортного происшествия, помимо управления транспортным средством, состояния алкогольного пенения, камеры видеофиксации уже проконтролировать не смогут. Но такие правонарушения, которые приводят к таким плачевным и критическим последствиям, данная система предусматривает. Несмотря на то, что проект вызвал массу замечаний со стороны депутатов, он был принят во втором окончательном чтении. Когда только рассматривался этот проект, предлагал свои замечания к проекту, думал, они будут учтены. Из 11 вопросов всего один приняли к сведению. Это ограничение на пересечении государственной границы. Первые статьи до 7-й, тут, конечно, все очень странно размазано. А после 7-е, 8-е, 9-е, тут очень много нареканий и замечаний. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, представляя законопроект о внесении изменений в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, отметил, что проектом предусматриваются дополнительные цензы для обладания гражданином пассивным избирательным правом. В частности, ограничивается право избираться депутатам парламента гражданам, которые имеют на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также больным алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами. Изменения предусматривают, что право на выдвижение кандидатов в депутаты принадлежит только политическим партиям и группам избирателей. В целях повышения роли партии в политической системе страны, закон наделяет их правом выдвигать кандидатов во всех 35 избирательных округах, подчеркнул Шамба и рассказал и о других нововведениях в избирательном праве. Данные поправки предлагают положение, которое четко регулировали бы порядок аннулирования либо отмены решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предусмотрено проектом конституционного закона, что решение о регистрации кандидатов в депутаты аннулируется по его заявлению о снятии своей кандидатуры, либо по обращению политической партии, которая выдвала данного кандидата и до дня выборов отзывает данного кандидата. И следующий вопрос в повестке дня заседания сессии не избежал бурного обсуждения. Депутат Дмитрий Гунба предложил коллегам переименовать населенный пункт Арсаул на прежнее название Приморское. Согласно проекту, абхазское название будет звучать как Агача и пояснил, что эта просьба исходит от жителей села. Сельчане высказали мнение о несоответствии названию села Арсаул и историческому названию села. После долгих последних консультаций мной с сельчанами было найдено новое решение, которое, уважаемые коллеги, предлагаю вам на рассмотрение. А именно, село Арсаул Гудаутского района переименовать в абхазское название Агача в русской транспекции село Приморское. Что же, я помню, что Арсаул переименовали в результате борьбы абхазского народа тогда, понимаешь? А остановка электрички даже была в Арсаул тогда, все прекрасно с этим считались. А что сейчас такое случилось, что нужно поменять на Приморское? Депутаты неоднозначно отреагировали на данную просьбу. В большинстве своем высказались против смены топонимики. Но при этом все согласны с тем, что эта тема требует отдельного обсуждения. В первую очередь жителями села. Учитывая все это, рассмотрение этого вопроса было отложено. Затем приступили к кадровым вопросам. Путем тайного голосования депутаты избирали судьи Конституционного суда. Из пяти кандидатов были утверждены только два – Рауль Панте и Людмила Ходжашвили. Не хватило голосов Томазу Кецба, Якубу Лакоба и Сергею Смыр. Дмитрий Маршан избран уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия. Однако не все депутаты согласны с итогом голосования, аргументируя это тем, что была нарушена сама процедура. В среду заседание сессии будет продолжено. Сима Аргуна, Стамур Гошба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Победительский совет благотворительного фонда Азхара выступил с обращением. Как известно, фонд создан по инициативе депутатов Народного собрания Абхазии с целью поддержки многодетных абхазских семей, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Благотворительным фондом Азхара предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей за третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2016 года, и ежемесячное пособие за третьего и последующих детей в размере 3 тысяч рублей до достижения ребенка возраста одного года. Победительский совет обращается с призывом к юридическим и физическим лицам, а также ко всем гражданам Абхазии поддержать инициативу парламентариев сделать добровольные пожертвования и имущественные взносы на рублевый расчетный счет Благотворительного фонда Азхара в Сберегательном банке Республики Абхазия, номер которого сейчас на ваших экранах. Завершился второй день Международной научной конференции «Археологические открытия на Кавказе и сопредельных регионах. Хронология и интерпретация памятников, посвященная 75-летию со дня рождения ученого-кавказоведа и государственного деятеля Абхазии Юрия Воронова». Сегодняшняя работа была поделена на две секции в Абхазском институте гуманитарных исследований и Государственном музее. Не сважь бы продолжить тему. Юрий Воронов, по мнению ученых, опередил свое время как минимум на несколько десятков лет. Его исследования, работы стали не только прорывом в науке, но и приоткрыли пути к ранее неизученным периодам истории Кавказа. Для многих ученых труды Юрия Николаевича Воронова стали началом больших исследований, которые привели к весьма интересным, а порой и неожиданным результатам. Кандидат исторических наук Майя Кашуба представила доклад на тему ранних ФИБУ Кавказа и вклад Юрия Воронова. Важный момент работы, где и когда впервые появились металлические застежки для одежды, одновременно служившие украшением. Юрий Воронов на эту тему провел немало исследований. Мне очень приятно в очередной раз бывать в Абхазии. Я не первый раз, и для меня особенно представляет большую честь участвовать в конференции, посвященной 75-летию Воронова. Это известный исследователь кавказских древностей. И в частности Юрий Николаевич Воронов в 83-м году опубликовал интересную работу, посвященную развитию древнейшей фибулы на Кавказе. И в этой работе были очень интересные обобщения. А так как одной из областей моих интересов является вопрос происхождения кавказской фибулы, ее датировка и контекст таких находок в Древнем мире, имеется в виду Малайзийское побережье, Эгейский мир, Древняя Греция, Италия, то мне было любопытно посмотреть, как работа Воронова повлияла на развитие представлений об этой категории кавказских находок, остается ли она актуальной в современных исследованиях и каково состояние современных исследований по этой теме. Тема чеканки монет в античности и раннем средневековье вызвала живой интерес участников заседания. Член Географического общества России Наталья Ланшакова рассказала о важной научной ценности, которую приобретают нумизматические исследования для хронологии политической истории, экономической жизни, товарно-денежных отношений. Не говоря уже о тех данных, которые представляют монетные надписи для полиографии и эпиграфики. Общеизвестно, Тараканское княжество функционировало с 1988 до 1094 года. В этот период новое княжество больше всего озабочено было обеспечением своего политического доминирования в регионе. Власть Византии ослабляется к тому времени, а новая администрация предпринимает деятельные шаги такой демонстративной самостоятельности, что и выражается в запуске чеканки собственной монеты. За оригинал нумизматы были взяты Милярисий Иоанна Цимахе 969-977 и Милярисия Константина 10-го Дуки 1059-1067. Посадник Боярина, Боярин Альтибур, христианское имя его Климент, наместник великого князя Киевского, управлял в период с 1079 по 1081. Очевидно, что из-за сложных экономических отношений с Византией посадник принял решение о чеканке собственной монеты, за основу которой была взята печать Радибора со святым климентом. Работа секции в Государственном музее касалась археологии Средневековья. Ученые представили доклады по самой разной тематике. В их числе о вкладе Воронова в изучение археологических памятников Цибельдинской долины, исследование Тамышского храма, результаты работы на копейской экспедиции в свете новых полевых и камеральных работ и другие. Общественно-политическую ситуацию в стране обсудили сегодня участники круглого стола с участием молодых представителей партии и общественных организаций республики. Организаторы встречи партии Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие и демократическая Абхазия, а также общественная организация современная Абхазия ставили перед собой цель попытаться проанализировать возможные пути преодоления существующей внутриполитической напряженности. Обсудить сложившуюся общественно-политическую ситуацию в стране, найти возможные пути преодоления внутриполитической напряженности. Такова основная цель встречи молодых представителей различных организаций партии Абхазии. По словам одного из организаторов круглого стола, сопредседателя партии Народный фронт Абхазии Лашисакания, в первую очередь они хотели создать площадку для конструктивного диалога между властью и оппозицией. Мы хотим попытаться на этом круглом столе найти понимание среди молодых людей всех политических сил и выработать какую-то определенную программу для стабилизации общественной напряженности в стране. Наша партия предложила следующий путь решения данной проблемы. Мы предложили принять ряд законопроектов, конституционных поправок в Конституции Республики Абхазия. Это по смешанной избирательной системе, это по перезиспределению полномочий между президентом и парламентом. Принять закон о распуске парламента, принять закон об импичменте. И все эти законы должны будут вступить в силу до парламентских выборов. В случае, если эти законы не будут приняты, мы готовы к другим каким-то конструктивным предложениям. По мнению представителя политической партии Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие Ильиша Дания, политическая ситуация в стране нестабильная. Предпосыл ко всему этому стали события, произошедшие в 2004 году, в результате чего народ Абхазии фактически разделился. А представитель политической партии Демократическая Абхазия Астамур Логуа считает, что в Абхазии не существует политического раскола в обществе. По целому ряду вопросов, безусловно, мы находим понимание в политике нынешнего руководства страны. Но есть и вопросы, о которых я, конечно, скажу и сегодня в том числе. Первое. Обращаюсь сейчас, наверное, к представителю Ам-Цахары. Вы говорите, что вас обвиняют, что у вас нет программы, нет никаких предложений. Вы это слышите где-то, наверное. К сожалению, если быть до конца откровенным, я тоже не особо видел каких-либо существенных предложений в виде программ каких-то отдельных. По поводу народного схода, безусловно, это наш инструмент абхазский, демократичный. Дай бог, очень рад, что вы сегодня говорите, что развеиваете вот эти мифы о каком-то там силовом захвате власти и так далее. Слава богу, очень рад на самом деле это услышать. В ходе встреч и мнения представители различных партий разделились. Многие утверждали, что на сегодняшний день все проблемы можно решить путем договоренности. Другие же уверяли, что для стабилизации ситуации в стране необходима смена власти. Одним словом, к единому мнению, участники круглого стола прийти не смогли. Сария Смыра Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Подведение итогов работы следственного управления, дело дознания МВД Республики Абхазия за 10 месяцев, а также выработка комплекса мер, направленных на улучшение основных показателей работы следственных подразделений, обсуждались на совещании в МВД Республики Абхазия. Согласно показателям, за 10 месяцев текущего года следственными подразделениями МВД направлены в суд 170 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 99 человек, из которых 86 арестованы. Было зарегистрировано 109 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них 72 уголовных дела направлены в суд в отношении 82 лиц. По фактам дорожно-транспортных происшествий, к уголовной ответственности привлечены 34 человека, из которых 5 пребывали в состоянии алкогольного опьянения и трое в наркотическом. По итогам совещания, министр внутренних дел Аслан Кобархия дал указание активизировать работу оперативных подразделений и госавтоинспекции, а следственные органы и отделы дознания укомплектовать опытными специалистами. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи суда Гагарского района – 1 единица, арбитражного суда – 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в Министерстве юстиции Республики с 23 ноября по 7 декабря включительно. В рамках фестиваля «Кунаки» прошел круглый стол на тему «Кавказская лира» – поэзия Кавказа и Абхазия. В мероприятии приняли участие как абхазские, так и северокавказские поэты. Рената Шакая продолжит тему. Фестиваль «Кунаки» – это не просто фестиваль кино. За десятилетнее существование на его площадке работали поэты, художники, писатели, публицисты. Вот и в этом году в рамках фестиваля прошел круглый стол на тему «Кавказская лира», «Поэзия Кавказа» и Абхазии. Мы планировали этот вечер. Обычно, конечно, я как президент фестиваля работаю с любимыми мною и хорошо знакомыми мне людьми. И вот такими людьми в литературе оказываются, мой дорогой Геночка, планеты. И я благодарна, что здесь сегодня пишущие люди. Цель круглого стола, как и всего фестиваля – восстановить общее Кавказское братство, утерянное с развалом СССР. Пока мы начинаем восстанавливать те старые связи, которые когда-то очень активно держали на плаву большой и мощный корабль под названием «Северный Кавказ», который, в общем-то, имел какой-то свой курс. Сегодня мы этот курс потеряли, сбились, но ваше положение на берегу моря обязывает вас стать вот тем самым парусом. Как и Дагестан, на берегу Каспийского моря, замыкающего там на востоке Северный Кавказ. Надо сказать, дагестанцы с этим справляются. Это удивительный народ, который своим многоязычьим и многоликостью потрясающую внутреннюю энергию для самовосполнения имеет. Встреча двух поэтов Дагестана и Абхазии, двух морей Каспия и Черного моря. Именно такая задумка была у президента фестиваля, чтобы в течение двух часов получить возможность понять значение слова, попытаться ответить на вопрос, нужны ли сегодня в наше непростое время поэты. Я благодарю вас за эту возможность побывать у вас с фестивалем Монаги, потому что он потрясающий такой силой, объединяющий и Кавказ, и страну в целом. И в то же время протягивающую руку, а ваш символ на флаге – это протянутая ладонь. И очень хочется отозваться, потому что, побывав здесь, начинаешь понимать еще одну мысль. Вот если говорить о Всевышнем, который создал этот мир, то, наверное, у него есть два века точно. Один суровый, может быть, в чем-то воинственном, такое стоическое и мощное, призывающее лицо Бога. А есть другое лицо Бога – нежного, любящего, дарующего, щедрого. И мне кажется, именно в Абхазии Бог явил свое любящее, дарующие, щедрое лицо. Отметал какой-то особый знак. Если мы будем достойны его милости, это весь мир будет таким. На дискуссионной встрече «Кавказская лира» гости обсудили с молодыми поэтами и писателями трансформацию слова в современном мире. Рината Шака, Тимур Гугохи, Абхазская телевидение. Лотерея, организованная компанией «Амабайл» в части ее десятилетия, подходит к концу. Сегодня стали известны именно 10 счастливчиков, которые будут бороться за главный приз автомобиль. Задолго до начала акции у офиса «Амабайл» собралось большое количество людей. Кто-то надеется, что сможет оказаться в числе победителей, другие ждут результатов с меньшей уверенностью на удачу. Но, тем не менее, в этой акции приняли участие более 5000 человек. Особенно большой ажиотаж был в последние несколько дней. В центральных офисах «Амабайл» абоненты компании подолгу стояли в очереди, чтобы приобрести лотерейный билет. Сегодня урны со всех районов Абхазии были привезены в один из офисов в Сухуми. Уже здесь, в присутствии гостей, сотрудники компании засыпали все квитки в крутящийся барабан. «На ваших глазах это все происходит. Смотрите, абсолютно все честно. Мы ключом открываем этот самый ящичек». Принять участие в лотерее, а именно покрутить барабан с квитками или же перемешать билеты в нем, имели возможность все присутствующие. Более того, даже жюри, которые записывают номера, были выбраны из числа участников. После того, как все квитки оказались в урне, наступает самый ответственный момент. Лера, самое главное, один мы тягем, потому что они могут склеиваться. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Итак, Лера, 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 Лера. Итак, Лера, показывай сначала членам комиссии. Комиссия сразу записывает номер телефона. Заира Таркил, Альбина Хинтба, Виктория Чернова, Инга Пачулия, Алиса Сабеки, Тимур Шамба, Гульзана Ашуба, Веслан Бирая, Кристоф Астаниндзе, Батал Царгуш. Вот они, счастливые обладатели призов Атомобайл. Уже 24 ноября у них будет возможность встретиться с Леонидом Якубовичем и бороться за главный приз – автомобиль. По словам сотрудников компании Амобайл, они рады, что в акции приняло участие такое большое количество людей. Мы думаем, что каждый житель Абхазии среди этих 10 победителей найдет своих родственников, близких, соседей, родных, коллег. Я уверена, что все мы будем переживать и болеть за них. Мы искренне хотели сделать праздник. Праздник от компании Амобайл. Для нас очень важно, чтобы каждый наш абонент вынес с этой лотереи что-то позитивное, какую-то небольшую радость. Еще раз поздравляю 10 победителей. Ждем 25 числа. Люди еще долгое время не расходились. Не хотели расставаться с праздничной атмосферой. Все они в ожидании еще большего торжества с верой в удачу, чего и мы все им желаем. Сарьес, мыр Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Сухоми завершена работа по очистке канализационной системы. Около 70 люков было очищено от песка и грязи от улицы Има-Машемеля до Красного моста. Вывезено более 60 тонн мусора. Но, как говорят специалисты, чтобы результаты работы были эффективнее, необходимо также очистить люки и на других улицах города. Вот очень большие проблемы. Вот, например, улица Иналлипа, есть такой бывший, Карла Маркса, в очень плохом состоянии. Корни образовываются. Там деревья растут. Эти деревья, корни свои пускают, где была сыра. И очень плохое положение. Вот еще следующая, Калмякова улица есть такой, Джонова улица. Вот эти все улицы, ветки, которые идут, они тоже в плохом состоянии. Их тоже желательно поэтапно, поочередно, наверное, как посчитают нужными, надо будет делать. Если этого не сделаем, единственное, вот это коллекция, что мы почистили, и большого результата не даст. В ближайшее время ряды членов Канифа пополнятся еще одной командой. Организована новая сборная по футболу – сборная Крымского полуострова. Сюжет об этом событии был показан на телеканале «Вести 24». Нам он интересен тем, что в нем развернуто интервью заместителя председателя Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Рафаэля Ампар о перспективах абхазского футбола. Смотрите репортаж сегодня в нашей программе в рубрике «Амши Пшара плюс». Скоро зима, но пока погода нас радует. Как долго продлятся солнечные дни и ожидать ли нам мороза в ближайшее время? С этими вопросами мы обратились к главному синоптику Абхазии Леварду Борцес. По его прогнозам, в этом году аномальной низкой температуры не будет. В Крымском бережье сохраняется относительно высокие температуры положительные. Там и ночные плюс 5, не ниже, а дневные все. У нас сохраняется плюс 10-15 градусов. В отдельные дни мы даже будем наблюдать и до 18 градусов. Мы знаем, что люди еще не убрали свой урожай и так далее. По нашим наблюдениям на территории Абхазии установилась относительно устойчивая осенняя погода, где мы не наблюдаем низкие температуры, значительное ухудшение погоды. До Нового года даже мы не ожидаем таких существенных, какие-то снегопады, таких-то вторжений мы не наблюдаем. Вот мы ожидали, что сейчас похолодание, но уходит все на север. Но это вот характерно, очень устойчиво, характерно погодно-климатическое условие в Абхазии. Очень даже комфортно. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4,6, днем 13-15 градусов, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова